Повысить эффективность и минимизировать неудобства – главные задачи, которые предстоит решить в связи с перекрытием путепровода на проспекте Ленина. На расширенном совещании власти оценили текущую обстановку и обсудили, как ее улучшить. Мы собрались не для того, чтобы пообсуждать, кто критикует за пробки. Мы здесь обсуждаем с вами те предложения, которые есть разумные, их надо применить. Где-то через это чувствовать и какое-то социальное напряжение, как себя люди чувствуют, как они реагируют, как они двигают. Но нам надо что-то создать, где мы аккумулируем. На сегодняшний день продолжают корректировать работу светофоров, увеличивают интервалы зеленого сигнала. Кроме того, вводится запрет стоянки авто на отдельных дорожных участках. Чтобы быстрее устранять заторы при авариях, принято решение выделить дополнительную технику. Кроме того, с 9 утра до 12 часов уже увеличили количество экипажей для регулировки движения. Так как многие водители успели перестроить свой график и начали выезжать раньше, теперь регулировщики работают с 6 утра. Работники ДПС, ну просто молодцы. Работают четко, работают корректно, уважительно к участникам движения. Это тоже сегодня очень важно. Обсудили и изменения, которые вступят в силу с 1 июня. На улицах Пионеров и Северо-Западной в сторону Калинина нельзя будет парковаться. На отдельных участках изменится схема движения по полосам. Ежедневно мы как сами мониторим ситуацию своими силами, так и поступает информация от автовладельцев. Где-то есть реальные предложения, где-то добавить дополнительно зеленую стрелку, постоянные правые повороты. Где-то что-то передвинуть, переместить, как говорится, сделать полосу разгона. Все эти предложения мы принимаем, учитываем совместно с комитетом, ежедневно мы решаем. Мнение горожан власти тоже хотят слышать. И если у вас есть предложения по оптимизации схемы движения транспорта, можно отправить их по электронному адресу на экране. Рассмотрят все предложения. София Яценко, День с толком. София Яценко, День с толком.